Бойцы очень видимого фронта. Врачи и фельдшеры скорой помощи – одни из самых нужных и ответственных специалистов. Зачастую на постановку диагноза у них всего несколько минут, поэтому работники выездной бригады должны разбираться почти во всех областях медицины и круглосуточно спешить на помощь. У нас в основном контингент – это пожилые бабушки и дедушки с давлением, гипертонией и, конечно, детишки. 31 октября для фельдшеров 116-й бригады 20-й станции Одинцовской скорой помощи ИСы Еврагимова и Виктора Самосюка был ничем не примечательным дежурным днем, пока в обед не поступил сигнал о мужчине, находящемся в квартире без сознания. Бригада выехала немедленно. Моментальный осмотр, то есть измерение глюкозы, ЭКГ, иначе-то, значит, поставлен купитальный катетер, начата инфузионная терапия. Через 30 минут мужчина дал остановку сердечной деятельности. Незамедлительно начаты реанимационные мероприятия и через 5 минут началось самостоятельное сердцебиение и дыхание. После спасения 64-летнего жителя Одинцова ИСаи Виктор вызвали реанимационную бригаду, которая доставила мужчину в Одинцовскую областную больницу. Этот случай напомнил Исея Ибрагимову его первую в жизни смену на скорой помощи. Самый первый вызов, когда я пришел на скорую помощь, то есть в составе реанимационной бригады, работал тогда, вот, как бы, вызвали к парню 17 лет, остановка сердечной деятельности тоже, но реанимация была успешная, то есть, как бы, самый первый тоже опыт такой был. Фельдшером на скорой помощи Исаи Виктор работают уже 15 лет, два из которых на 20-й Одинцовской подстанции. Мужчина с детства чувствовал потребность помогать людям и сегодня свою жизнь без профессии не представляет, несмотря на то, что легкой его работу не назовешь. Самое сложное, это, наверное, видеть на вызове чужую боль, например, может быть, даже утрату, как бы, этот, вот, самое тяжелое. Когда родственники теряют своих близких и мы, то есть, по мере возможности, то, что, как бы, от нас зависит, сделали, но... Но у фельдшера скорой помощи, как и у любого врача, есть и другая сторона профессии, и за эти счастливые мгновения можно пожертвовать многим. Радует, наверное, то, что, как бы, немые слезы пациентов, наверное, благодарности и вновь забившееся сердце. Полина Толмачевов и Рит Харидинов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...